Санкции против жизни, европейский запрет на воз на территорию Сирии, лекарства и медицинского оборудования приводят к гибели мирного населения. Америка и Евросоюзы ограничивают экспорт столь необходимых для людей товаров и объясняют это борьбой с терроризмом. Но британская журналистка Ванесса Билли в интервью Live рассказала о ситуации в Сирии глазами очевидцев. За все это время она неоднократно посещала зону боевого конфликта и ее точка зрения не похожа на репортажи коллег в западной прессе. Из-за подобных запретов, например, онкобольные дети не могут дождаться лечения. Подобных препаратов в Сирии просто не осталось. Но давайте разберемся подробнее, что это за санкции, которые действуют в отношении страны. Они вводились постепенно еще с 79-го года, когда Вашингтон заявил, что страна спонсирует терроризм. Но самые строгие ограничения ввели в 2011-м с начала вооруженного конфликта. Так кому же хуже? Террористам или мирным гражданам? Ведь именно эти санкции полностью разрушили систему здравоохранения Сирии. Заводы лекарств, которые не успели уничтожить боевики, закрылись сами из-за нехватки сырья. Ванесса, как поданная европейской страны, теперь рискует, даже когда везет подарки к праздникам в Сирию. Но особенно цинично выглядит на фоне этих запретов миссия так называемой гуманитарной организации «Белые каски». Мы привыкли видеть этих людей на фоне руин Сирии с ранеными, детьми, стариками на руках. Но Ванесса Билли утверждает, она собрала достаточно свидетельств того, что эти люди на самом деле лишь прикрываются гуманитарной работой. Журналист напоминает, что организатор «Белых касок» — это бывший офицер британской разведки. — НГО, humanitarian, first responders, heroes, saviors of all humanity inside Syria, but particularly in Idlib and East Aleppo. Now, this organization was set up by a British mercenary, an ex-military British mercenary, who has connections to many of the private security firms that are known outreach agents for the deep state, for intelligence agencies, both in America and in the UK. So already this casts a shadow over their creation. Plus, they were funded, they received seed funding from various, from Gulf states, from Syrian opposition. — Да и сомневаться в «Белых касках» могут не только те, кто, как Ванесса, лично знаком с их работой, но и все, кто увидел очень странное видео спасения мужчины из-под завалов. Многим напомнило оно флешмоб «Манекен-челлендж», когда и жертва, и спасители замерли на 20 секунд, чтобы оператор мог снять качественное видео. Многим напомнило оно флешмоб «Манекен-челлендж»!